Клуб «Разведчик» существует в Сарове с 1994 года. В нем занимаются ребята с 6 до 22 лет, изучают основы военного дела, боевые приемы, рукопашный бой. Многие из выпускников клуба поступили в высшие учебные заведения Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и сегодня работают в этих ведомствах. Только за последние два года семь ребят из клуба пошли в военные училища. У нас и альпинизм, и парашютное дело, как бы именно подрывное занимаюсь с детьми, и тактика специальной подготовки, и выживание. Все благодаря ЦВР мы выезжаем в леса, там проводим занятия на неделю, как бы, ну и там конкретно уже занимаемся. Здесь, в спортзале ВБЦ Носилкина, занимаемся непосредственно физической подготовкой и теоретической подготовкой в классе. Накопленный опыт работы и программу деятельности разведчик совместно с Молодежным объединением победителей представил на областном смотре военно-патриотических клубов и занял второе место. Затем проект направили на следующий этап в Приволжский федеральный округ, где он попал в тройку лидеров. За это клуб получил грант в размере 50 тысяч. Еще один проект, который активно продвигает разведчик – «Будущее за нами». Поступило от меня предложение, чтобы заниматься с 9 по 11 классы как раз полевыми выходами. На трое суток с ними вот так вот уходить, заниматься именно то, что сейчас в связи с обстановкой вооруженной и спецоперацией, с операцией непосредственно дети наши большинство не готовы, не умеют не то, что общаться с оружием, а даже элементарных там маскироваться, что-то окопы, палатку тоже сам поставить не умеют. Реализацию этого проекта пока обсуждают. Опыт проведения подобных мероприятий у разведчика большой. Недавно ребята вернулись с очередных восьмидневных военно-полевых сборов. На них ездили и совсем малыши, и старшие воспитанники клуба. Как у нас день проходит? Мы встаем, часов в семь, бежим на зарядку, потом на завтрак, потом свободное время чуть-чуть, и дальше начинаются занятия. Это либо тактика, определение азимута, либо стрельба, допустим, или тактика какая-нибудь. А потом обед, потом опять занятия. Но самое интересное на сборах – это конец, их конец, потому что начинается разведвыход. В этот раз прошли мы около 50 километров. Как рассказал Александр, в клубе учат не только военному делу. Ребятам рассказывают, как важно дружить, приходить на помощь, быть более дисциплинированными и ответственными.